всем привет мы продолжаем рубрику канала где я показываю различные масштабные модели выходившие в российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад и сегодня у нас в некотором роде сравнительный видео обзор я покажу различные автомобили и мы посмотрим чем машины отличаются в плане дизайна как масштабные копии отличаются по уровню детализации и у нас вторая часть в первой части я показывал другие автомобильчики кому интересно можете поискать тот видеоролик на моем канале и на каждую из показанных в этом видео модели я уже делал детальный видео обзор поэтому особо заострять внимание на машинах мы не будем и начнем с обзора запорожца который выходил в рамках польской серии культовые автомобили и эта модель от российского варианта из серии автолегенды ссср отличается цветом и у этой модели установлены регистрационные номерные знаки на российском варианте были таблички с надписью запорожец и российская модель была голубого цвета а этот запорожец окрашен в очень красивый темно-оранжевый цвет возможно он имел тоже какое-то название в советское время напишите в комментариях кто знает код этого цвета и как он именовался и это вполне хорошая модель хотя тоже есть ряд упрощений по сравнению с другими изделиями которые выходили в рамках этого проекта вполне хорошо сделана выхлопная система также есть нижняя часть двигателя крепежные отверстия для закрепления модели на подиуме и я помню на одном запорожце из российской журнальной серии зачем-то установили карданный вал на этой модели к счастью такого недочета нет салон из черного пластика окрашенного в массе при желании можно его окрасить и я видел делали вполне хорошие доработки этого автомобильчика устанавливали сетку на крышу для перевозки багажа также окрашивали задние фонари выхлопную систему дорабатывали салон и получалось вполне конкурентоспособное изделие и следующий автомобиль это трехдверный trabant и эта машина тоже из польской журнальной серии вполне хороший автомобильчик он в двухцветном варианте окраски и это довольно забавная машина у нее решетка радиатора напоминает улыбку и по размеру эта машина чуть меньше чем запорожец но они примерно одного класса и кстати trabant довольно много в европейских журнальных сериях также эти модели дублировались в коробочках ist models но для себя не видел смысла покупать более дорогостоящий аналог потому что он не сильно отличался от этой масштабной копии единственное был с завода окрашен салон стеклоочистители из водоотравления и модель поставлялась в симпатичном дисплей кейсе здесь модели идут в обычном блистере тоже вполне хорошие колесные диски покрышки и уже с завода окрасили выхлопную трубу следующий автомобиль это похожий trabant только более современный машина окрашена в светло-голубой цвет я вам также как-то показывал trabant с классическим кузовом типа седан и та машина была в белом цвете а этот автомобильчик на мой взгляд более симпатичный ну и опять же все недочеты типичного китайского изделия неровно установлены стеклоочистители также мусор в лакокрасочном покрытии очень примитивно сделана нижняя часть и почему-то на этом образце не окрасили выхлопную трубу и эта машина чуть крупнее чем предыдущий trabant но у автомобилей очень много схожих элементов колесные диски похожи также габаритные размеры примерно одинаковые и покажу вам следующий автомобиль это некая попытка польских инженеров создать спортивную машину автомобиль называется sirena sport очень необычная спортивная машина и по дизайну она мне чем-то напоминает британский автопром mg возможно триумф и это вполне хорошая масштабная копия и кстати она выглядит более симпатично чем настоящий автомобиль если сравнить эту модель с фотографиями прототипа в интернете то все же будут некоторые отличия и кстати иногда у китайских инженеров получаются вполне копийные модели но иногда чистая фантазия так выглядит нижняя часть две выхлопные трубы которые выходят под пороги ну и другие элементы которые изображены очень примитивно и у этого автомобильчика установлены регистрационные номерные знаки следующая машина это кабриолет вардбург и вардбург тоже довольно много выходило в рамках журнальных проектов я вам показывал автомобиль с кузовом типа купе также универсал кабриолет и у меня в коллекции есть классический седан тоже как-нибудь его покажу в одном из своих видеороликов опять же очень много криво установленных деталей часть из них не зафиксирована в своих посадочных местах присутствует корешок от антенны но сама антенна у меня куда-то подевалась и вот странно детали бывают просто выпадают не замечаешь и уже они утеряны задние фонари более менее нормальные также вполне хорошее качество хрома но конечно очень много упрощений и присутствует выхлопная труба часть в виде отдельного элемента часть отлита вместе с нижней частью автомобиля и эти автомобили на любителя но если вы собираете машины соцлагеря я думаю вам будет интересен такой автомобиль и у него с завода уже были окрашены сиденья мелочь но приятно и окрашенный салон сильно оживляет модель следующий автомобиль это ишкомби машина вышла в рамках польской журнальной серии она отличается от российского варианта цветом и в российской серии по-моему такой ишкомби выходил в оранжевом цвете могу ошибаться и российского варианта нет в моей коллекции а уже спустя много лет приобрел вот такой автомобильчик и продавали только масштабную копию без журнала тоже довольно симпатичный ярко-зеленый возможно даже больше салатовый цвет и это автомобиль более менее нормальный в плане передачи образа прототипа но опять же есть некоторые огрехи но кто их будет измерять на этих недорогих масштабных копиях следующий автомобиль ваз 2109 в темно-синем цвете не самый типичный окрас для этих машин и мне подобные жигули запомнились в белом цвете в вишневом и также видел пару зеленых машин а вот таких ярко-синих ни разу не встречал но возможно их тоже окрашивали и вид портит переразмеренные колесные диски которые совершенно не попадают в заявленный масштаб нижняя часть сделана более менее нормально задние фонари желательно доработать и на втором канале я выкладывал видеоролик о доработке светотехники кому интересно можете тоже его посмотреть далее у нас идет микроавтобус марки nyssa тоже вполне симпатичная масштабная копия и кстати она очень легкая возможно она отлита из другого сплава нежели обычные модели но по весу этот микроавтобус раза в полтора легче чем автомобиль traband и опять же вид модели портит переразмеренные колеса и в польской серии было несколько микроавтобусов этой марки они отличались по годам выпуска и также был грузовичок но грузовичок не удалось приобрести в свою коллекцию он встречается только на аукционах и на него неадекватная цена следующий микроавтобус марки raf в нарядном салатовом цвете с белой полосой в российской серии такой микроавтобус предлагался в желтом цвете и российская модель тоже есть в моей коллекции давно делал на нее видео обзор поэтому сегодня демонстрировать ее не буду и это вполне хороший автобус в плане покраски и также здесь более-менее хорошо передан образ настоящего прототипа и рафики можно сказать удачные в журнальной серии единственное на старых рафах 977dm огромные колеса которые тоже портят облик автомобиля далее у нас следуют экспериментальные машины вас пони тоже забавный электромобиль фургон и эту модель я приобрел в коллекцию совершенно случайно и купил ее около года назад она попалась мне на глаза и заплатил за нее относительно небольшую сумму по нынешним меркам потому что сейчас современная журнальная серия продается от 1000 рублей выше а этот грузовичок мне обошелся по-моему в районе 400 рублей и эта модель тоже может украсить вашу коллекцию если вы собираете экспериментальную технику и кстати у этого автомобиля отлично сделаны задние фонари и почему нельзя было на моделях ваз 2105 сделать похожую светотехнику покажу вам москвич истра тоже очень необычный дизайн и этот автомобиль мне чем-то напоминает американский концерт-кар джем который можно было увидеть в старом фильме с сильвестром сталлоне под названием разрушитель тоже очень необычная машина и помимо журнальной серии такого москвича больше нигде я не встречал и тоже хорошо что сделали необычные машины потому что если выпускать только ту технику которая ездила по дорогам общего пользования то думаю ничего интересного мы не увидим следующая машина это emv 340 автомобиль выходил в рамках польской журнальной серии также засветился в серии автолегенды ссср и соц стран и машины друг от друга ничем не отличаются потому что в российской серии также была перепаковка нераспроданных польских выпусков и были некоторые свои машины у них по-моему могли отличаться регистрационные номерные знаки в плане детализации это не самая лучшая модель но она более менее аккуратно окрашена и собрана и конечно очень плохое качество хрома видны потертости и кстати хром может стираться от малейшего прикосновения тоже видимо используют самые бюджетные технологии по производству и берется вторсырье следующий автомобиль это simco eront тоже очень симпатичный автомобиль во всяком случае мне он очень нравится и чем-то мне эти машины напоминают уменьшенные копии американского автопрома но к сожалению этот автомобильчик ко мне пришел с повреждениями и сломаны задние колесные диски автомобиль чем-то придавило и у него также был испорчен блистер но уже не стал эту модель отсылать обратно потому что доставка будет дороже чем стоимость масштабной копии покажу вам luas в зеленом цвете это по вашему счету тоже обычный перекрас российской журнальной серии и в автолегендах такой автомобиль был в песочном цвете в польской серии его окрасили в классические защитный темно-зеленый и в плане окраски мне этот автомобиль нравится больше и последняя машина это ifo тоже довольно симпатичная масштабная копия и у меня также ifo еще есть от производителя shuko модель в черном цвете она немножко отличается от этого автомобиля там другой год выпуска и если у вас будет интерес я покажу более дорогостоящее изделие и можно его сравнить с этим журнальным аналогом вот такая небольшая коллекция которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика не забывайте поддержать видео лайком если оно вам понравилось также вступайте в мои группы социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик заглядывайте на мой второй канал и также можете написать какая из показанных мою модели вам понравилось больше всего на сегодня это все до новых встреч пока